Всем привет! С того момента, как дети переехали к матери, их режим был полностью разрушен. Сегодня я расскажу о том, как мама нарушает распорядок дня детей, ради кого не дает им спать, что делают дети поздно вечером и по ночам. Уверен, что даже этих несколько минут будет достаточно для того, чтобы понять, какая Людмила заботливая мама и насколько ей дороги дети. Итак, начну с одного из наших с ней разговоров. У меня даже есть. Люда, я тебе докажу, когда возникнет вопрос доказательств, я тебе четко докажу, что это так. И это знает Настя тебе расскажет, и это тебе Андрей расскажет. Да, да, в полночь, да, в полночь. В полночь Дима. В полночь, да, именно в полночь. Дима ложится, раньше всех спать. Ну да, если бы я еще раз говорю, но ты еще до сих пор не поняла. Я никогда не буду доказывать то, чего я не могу доказать. Как вы слышали, мать все отрицает. Но вернувшись домой, она с пристрастием устраивает воспитательную работу с детьми, особенно с Настей. Ее методы – это шантаж и угрозы. После экзекуции Людмила звонит ко мне для того, чтобы выяснить отношения и уличить меня в клевете. Алло. Да, мне вот тут, я тут спрашиваю, мне говорят, что такого не было. Вот, пожалуйста, расскажи. Когда приезжал Дима и будили всех, чтобы шли его развлекать в 12 часов ночи? Начнем по порядку. Ну, давай Настю сюда. Настя здесь, Настя, расскажи давай. Настя. Что? А ну быстренько рассказывай. Когда вы сидели, это самое, игрались, и я спросил, почему вы не ложитесь спать, потому что уже полночь. А ты говоришь, приехала тетя Таня с Димой, и мы играем. Я не говорила. А как ты говорила, ну быстренько? Настя, не ври. Я никак и ничего не говорила. Не ври. У меня есть доказательства. Ты, я еще тебе сказал, уже полночь, а ты говоришь, 23 часа 45 минут или 46, что-то такое было. Они только приехали. Андрей с Димой гуляет. А? Настя? Этого не было. А если я тебе докажу, то что тогда? Я не знаю, кто это звонил и говорил. Я с тобой лично говорил. Я еще спросил про Андрея. И ты позвонила. Это ты позвонила. И мне сказал, что приехала тетя Таня с Димой, и мы разбудили детей, чтобы пошли их развлекать. Не разбудили. Я говорю о том, что они сидели и играли. Я говорю, почему вы не спите? А он говорит, потому что тетя Таня с Димой приехали, и мы играем. Ты сказал, что мы их разбудили. А в полночь, а в полночь, это как называется, если у тебя дети в полночь не спят? Ну и что, каникулы были, значит? Нет, это не были каникулы. Это не были, это была школа. Я тебя еще посмотрю, где-то я записал, даже дату записал. Да. Так что вот так вот. И не надо рассказывать. Ну вот, в общем, ты можешь наговорить кучу всего, а когда... Я когда буду, когда понадобится выложить факты, значит, когда понадобится выложить факты, я приложу все факты, абсолютно, с фамилиями, с именами. Помнивай, да. Вот так, я выложу все. Поедем вместе с ними выложить. Да, я полностью все выложу. Пожалуйста, выкладывай. Пожалуйста. Вот когда придет время. Я все докажу. Отлично. Ну что ж, я думаю, это время настало. С полного разрешения матери я предоставляю те факты, которых, по словам Людмилы, просто не может быть. А я обыкновенный врун. А что ты делаешь? Я? Чего лежу, телевизор смотрю? Скоро спать буду. Уже, ты посмотри, уже скоро 12. 12 ночи, зайка. Вы ж не выспитесь. 23.45. Ну вот, видишь. Почти 12 ночи. А чего вы не спите? Ну уж ложиться надо. А у нас тут угостил Дима. А что там Дима до сих пор делает? У нас Дима. Не знаю. Я в шоке. Понятно. Так когда Дима домой поедет? Вот скоро. Вот сейчас я делаю на свет. Вы же придете в школу? Настюшка. Что? Завтра идете в школу? А? Вы завтра в школу идете? Да. Понимаешь, вам осталось спать чуть больше 6 часов. Нельзя так. Надо спать ложиться. А вы играетесь. Угу. Я один это услышал? Или мне показалось? Настя говорит, что идет завтра в школу. А значит, это будний день в учебный период. Спать осталось чуть больше 6 часов. И это только в том случае, если дети прямо сейчас лягут в кровать. Но этого не случится. Потому что только что приехал Дима, и его надо развлекать. На видео четко слышно, как он здоровается с Людой. Дядя Люд, добрый день. Я скоро буду ложиться спать. Давайте, раздевайтесь, ложитесь, зайки. Угу. Пока. Пока, зайка. Пока. Пока. Так кто же такой этот Дима, ради которого мать жертвует здоровьем собственных детей? Вы еще не догадались? Это сын той самой, которая... Рожаю детей и разговариваю. Ну что ж. Разговоры с матерью ни к чему не привели. Дети принадлежат сами себе. Мать ими вообще не занимается. А иногда ее просто по ночам не бывает дома. Она говорит, что у нее дела. Но вот только интересно. Какие по ночам могут быть дела у сотрудника казначейства Украины? Деньги. Алло. Алло. Привет. Ну что ты? Слышно меня? Леша. И я тебя не слышу. Ну, сними, тогда отключи наушники, как чуть-чуть поговорим. Алло. Да, ну шо у тебя? Нормально. Так, и шо, девчонки тоже не спят? Да, еще буду вставить. Так, Андрей, уже час ночи. Ну, знаю, во мне бодрость. Не знаю, не могу заснуть. Ну, правильно, потому что надо ложиться вовремя. А ты уже поломал себе весь свой жиль. А я пытался уже свои перейти. Андрюша, вы у мамы постоянно в час и в полночь, в час ночи ложитесь. Понимаешь? Поэтому ты нарушил весь сон себе. Я вчера вообще, знаешь, я вчера вообще в три лет. В четыре часа утра на сон. Правильно. Потому что надо все время ложиться вовремя. Когда ты у меня был, у тебя был режим. Я все время тебя ложил вовремя. А сейчас все нарушилось, все нарушилось. Ты же здоровье полностью угробишь свое, зая. Нельзя же так. А девчонки почему гуляют? Опять кто-то к вам в гости приходил? Капец. Ну, это ж не дело так. Сейчас ночью... Настя, Арина, подожди. Давайте уже ложиться спать. А маги? Какие декламы сейчас у... Где она? Настя, не две или одна, Арина, не две игры, а спать. Какой играть, спать, серьезно. Забирай планшет, нельзя. Ты знаешь, что у Арины плохое зрение, знаешь? Да, она же не в планшете играет. А во что? Алло, алло, да. Она же в игрушках играет. Так почему, мать, не укладывает вас спать? Объясни. Кошмар какой-то. Ладно, давай. Андрюш, пожалуйста, уложи девчонок, если мама за вами не следит. Ну, хоть ты, ты как мужчина, можешь уложить их? Хорошо, смотри. Давай, зайка, ложись спать и позвони завтра мне, когда проснешься, ладно? Ну. Пожалуйста, позвони, потому что я нервничаю из-за всего этого, ладно? Хорошо. Давай, зайка, час ночи уже. Это кошмар какой-то, нельзя так. Ну, все, спокойной ночи, зайка. Давай, девчонок, уложи, пожалуйста, чтобы через пять минут спали. Все, спокойной ночи. Да, пока, пока. Я могу много показать такого видео, но и этого достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы. Еще раз прошу мать моих детей. Люда, одумайся. Прекрати насилие над детьми. Наши дети хотят жить в любви и покое. Я хочу, чтобы это видео на эту тему было последним. Для этого тебе нужно просто сделать маленький шаг навстречу компромиссу и примирению. Мам, можно вопросы? Можете с папой перестать ругаться и спокойно поговорить? А она что? Как-то ничего. Ну как, объясни. Просто промолчала, как не услышала. Спасибо. Спасибо.